Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами выкатим из ангара Кейлера и посмотрим, что машинка может на сегодняшний день. Значит, смотрите, машинку я эту приобретал за 15 тысяч голды. Я ее приобретал вместе с тремя контейнерами мистическими, легендарным камуфлежом, ну в общем исключительно для того, чтобы порадовать зрителя. Если бы я покупал не для того, чтобы потом на канале выкладывать параллельно видос машины в красивом камуфлеже и соответственно с открытием контейнеров, с которых мне, честно говоря, абсолютно ничего не выпало, то я бы купил себе машинку голую за 12 с половиной тысяч и я думаю, что был бы тот же самый профиль, только в анфас. Короче говоря, ребят, было бы аккуратно то же самое. Что касается самой машинки, машинка собой представляет, я бы сказал, такое, знаете, скрещенное Лёва и Е75 TS, это однозначно, потому что корпус от Е75 TS, он даже визуально очень сильно похож, а башня очень сильно похожа на Лёву. Не такая зализанная, конечно, но согласитесь, где-то все черты оттуда. Что касается самой машины, машина, я бы не сильно хотел сравнивать ее с Лёвой и с 75-кой, но все-таки, ребят, это сделать придется, потому что машина все-таки должна была, вроде бы, взять все самое хорошее от одной и от второй машины. Все-таки играется данная машинка больше похожей на Лёвчика, чем на Е75 TS, ну вот откровенно. Хотя в отношении пробиваемости данной машины, ну, тоже такой, знаете, вопрос спорный, на кого она больше похожа, потому что Лёва рандомно рикошеты ловит гораздо чаще, ну, по крайней мере, по моим, таким, знаете, субъективным ощущениям. Теперь, что касается играбельности машины. Играешь действительно как на Лёве, фармишь ты все-таки немножечко похуже. Точной информации в интернете по поводу того, какой коэффициент фарма у данного аппарата, я не нашел. Вот серьезно, искал, не нашел. Ребят, если кто-то знает, будьте добры, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне действительно это очень интересно. Ну, а еще я больше чем уверен, что данная информация будет полезна и интересна для тех, кто пытается присмотреться к данной машине на предмет покупки на каком-нибудь там, допустим, новогоднем аукционе, я не знаю. Ну, в общем, где-нибудь там. Безусловно, в одиночку против шестерых на данной машине, да, даже против семерых на данной машине не попрешь. Было нас тут всего двое, но и тех разнесли. Итак, ребят, давайте досматриваем бой, обязательно запрыгиваем в следующую каточку. Единственное, что я хотел бы сказать, я никогда не вырезаю ничего из своих видео, и я никогда не делаю склеек. Я не показываю бои прям супер-супер-пупер для того, чтобы у вас потекла слюна и вы захотели приобрести машину. У меня нет абсолютно никакого в этом интереса, варгейминга, по моему существу, в принципе, как о ютубере, ничего не знает и, скорее всего, даже не подозревает. А значит, я им морально ничего не должен и не собираюсь вас ни к чему агитировать. А посему, ребят, если вы за честные обзоры и хотите их видеть, если вам надоело смотреть на напыщенных индюков, которые рассказывают вам, как вам надо играть в танки, и какие танки вам надо покупать, а какие нет, какие танки подойдут новичку, какие не подойдут новичку. Короче говоря, если вы от этого всего немножечко устали, буду благодарен за подписочку на мой канал по желтому шильдику в правом нижнем углу. Ну, в один клик вы можете сделать это буквально за секунду. Я же вам обещаю исключительно честные обзоры, исключительно какое-то аргументированное субъективное мнение и ноль рекламы товаров в магазине. Буду вам безумно благодарен. Итак, ребят, бой у нас закончился. Давайте посмотрим на результаты. Я не думаю, что результаты, безусловно, блеснут. Меня вынесли там гораздо раньше, чем многих союзников. Ну, вот бой как сложился, так сложился. Вся команда противников приехала именно на это направление. Понятное дело, что вдвоем со старичком мы сдержать этот натиск явно не могли. Ну, вот всего ничего, 723 единицы нанесенного урона. Что касается результативности в команде, в средничком, безусловно, другого результата я и не ожидал. Ну что, давайте забрасываться в следующую катку. Ну и параллельно дальше обсуждать машину в сравнении ее с тем же самым Левой и тем же самым Е75 ТС. Значит, смотрите. Что касается фарма. Как я уже сказал, точную информацию по фарму Кейлера я не нашел. Я знаю, что Лева фармит 185% коэффициент доходности. И 75-ка получает 175% доходности. Теперь давайте будем говорить, что это, ну, в виде вот ощущений. Я бы сказал так. Я по ощущениям своим убежден, что Кейлер все-таки фармит меньше, чем Лева. То есть за какие-то классные, хорошие, качественные бои Кейлер все-таки вывозит, мне кажется, серебрухи меньше, чем вывозит Лева. Теперь, что касается подвижности всего остального. Один в один с Левом, в принципе, по ощущениям. Хотя по цифрам Лева там вроде бы немножко в чем-то будет получше. Но, опять-таки, это субъективное мое ощущение от танка. Поэтому, ребят, на данном, ну, не сказал бы, что необходимо основывать свой выбор по машине. Я же, честно говоря, самой покупкой доволен. То есть я не могу сказать, что я прям вот слил голду и очень сильно об этом жалею. Нет, голду я не слил. Я купил машину, которая, в принципе, мне нравится. Я получаю от нее удовольствие. Вопрос в том, что все-таки ценник в 12,5 косарей голды за абсолютно голую машину, но даже вот пускай вот так хорошо принимающие рикошеты, я бы сказал, что все-таки дороговато, ребят. И дороговато существенно. Дело в том, что тот же самый Лев, которого выставляли, да, точнее, не Лева, Лева, да, как его все называют. Так вот, Лева, которого выставляли, он все-таки, ребят, ну, за 5,5 косарей поприятней будет, чем эта машина за 12,5 косы. Ну, то есть понимаете, о чем я говорю. Машина должна быть настолько лучше, насколько дороже она стоит. Но эта машина, она не настолько прям лучше, чтобы быть настолько дороже. Она была такой дорогой только лишь по той причине, что это новая машина в игре, она только появилась. И, безусловно, на нее взвинтили ценник. Понятное дело, что ценник со временем опустится вниз, цена станет немножко покомфортней, ну и, соответственно, вы сможете себе ее приобрести с меньшим ударом по вашей золотой копилке. Поэтому, ребят, в выборе между, допустим, данной машиной и Левой, я, безусловно, бы рекомендовал брать себе Леву, потому что не имеет смысла за данную машину переплачивать. Но машинка однозначно прикольная и однозначно интересная. Я от нее, ну вот, прям точно получаю удовольствие. Да, безусловно, не каждый бой у меня получается прям нагибать, зверски как-то там, да, вот так, чтобы аж лицо трусилось. Но удовольствие от боев я однозначно получаю. Так, кто там у нас? У нас там Т-28-й спрятался. Товарищ не сильно приятный, все-таки бронированный, придется перейти на голду. Сейчас немножко не повезло, вот честно, не повезло. Дело в том, что мог забросить вполне спокойно в нижний бронелист, да, сюда, но, блин, косанула немножко пушка. Вообще, ребят, согласитесь, на таком расстоянии пушка отыгрывается, я бы сказал, довольно точно. Ну, то есть, ты можешь реально вот стрелять и попадать практически в одну и ту же точку на дальних расстояниях того же Т-28-го, который упорото стоит и принимает пробитие от меня. Ну, как бы, это приятно, да, то есть, на таком расстоянии отыгрывать и получать от него, допустим, не пробитие, хотя тоже восьмерка, ПТ-шка. И, в принципе, пробой у него я бы не сказал, что прям там совсем туфтовый. Ну, короче говоря, ребят, пока я тут вам рассказывал о Кейлере, приехала нежданчика ко мне. Нежданчика в виде трёх танчиков. Сейчас буду их принимать, благо второй товарищ с моей команды тоже здесь, а значит, принимать мы их будем, скажем так, в четыре руки, а не в две. Это уже приятно. Жалко, нет ускорения перезарядки. На данный момент уже слил я её. Ну, сейчас будем попытаться что-то отыграть. Так, уехал товарищ. Одного вынес. Теперь придётся немножко потанковать. Ну, а там дальше видно будет, чем бой закончится. Да, вот сейчас не повезло, прям вот совсем-совсем не повезло. Так, ладно. Раковать так раковать. Надо мне как-то немножечко ханыриться от них, от этих товарищей. Ну что, братцы, вылазьте. Вылазьте, кто посмелее будет. Не знаю, ребят, думаю, что ничем хорошим данный бой не закончится для меня по одной простой причине, потому что я на КД, и вот этот брат сейчас отбросит в меня. И опять КД. Ну, упорись в меня, давай. Да, ребят, это победа. Пять фрагов и просто-таки обалденные позитивные эмоции от данного боя. Меня даже кто-то из команды похвалил. Это гораздо приятнее, чем когда тебе пишут всякие гадости, когда ты пытаешься доиграть, и тебя уже начинают поносить, хотя ты ещё не слился. Ну и, соответственно, тебя это очень сильно отвлекает. Итак, ребят, 4390 единиц, 4400. Знак классности мастер. Ну, короче говоря, ребят, по-моему, по-моему, ребят, очень даже неплохо получилось. И теперь давайте по поводу фарма. Фармик довольно неплохой получился. Первое место в команде по урону, понятное дело. Теперь смотрите. За вот этот вот шикандосный бой, от которого я получил массу удовольствия, ребят, вот прям совсем массу удовольствия, 215,5 тысяч серебра. Это без учёта према. С учётом према 257 тысяч серы. Согласитесь, это довольно-таки круто. Что могу сказать от себя? Я могу сказать от себя, что о покупке я не жалею, о том, что он не настолько круче Лёвы, как хотелось бы, исходя из разницы цены. Да, безусловно, он не настолько круче. Я не могу сказать, что это мастхев. Но могу сказать от себя, если по приемлемой для вас цене будет продаваться данная машинка, я бы рекомендовал вам к ней присмотреться. Я в течение видео поставил подсказочки на обзор по данной машинке. Да, то есть два обзорчика. Первый, как только я купил, и второй обзорчик через определённое время спустя. Так вот, ребят, мои ощущения от данной машины спустя долгое время, я считаю, что два месяца это долго, я бы сказал, что они у меня не ухудшаются. То есть вот за те два, два с половиной месяца, сколько я машиной пользуюсь, я от неё получаю исключительно удовольствие. Даже в таких боях, как вот тот первый бой, в котором меня слили, да, там можно сказать позорно. Но, ребят, всё-таки семерых выдержать, согласитесь, как бы, но я бы сказал не то пальто. Поэтому, ребят, присматривайтесь к машинке. Ну, а если вы за честные обзоры, без клеек, без вырезок, без всякой вот такой вот лабуды, без заливания вам в уши всякого там шлака, который вам не нужен, без рассказов вам по поводу того, что вы должны следить за своей статистикой, что вы должны следить за своим средним уроном, что вы рак, если вы заехали в бой и набили меньше урона, чем в ХП вашего танка. Короче говоря, если вы, ну, уже, как бы, не сильно хотите всё это слушать, переходите на мой канал, подписывайтесь, я вам буду безумно благодарен. Поверьте, на моём канале вы найдёте исключительно хорошие видосы от честного хлопца, которые показывают машины такими, и какими они есть реально на самом деле, и вы сможете себе присмотреть машинку, понимая плюс-минус, как она будет чувствоваться непосредственно в ваших руках. На данный момент у меня всё, не буду задерживать всех благ, всего хорошего вам мира и спокойствия.